Всем привет! С вами Маша и полная практика прощения с GreenMindLife и Ярославом Удроваренцовым. Хотелось мне вас сегодня опять порадовать каким-нибудь красивым рассветом, каким-нибудь красивым, но, к сожалению, сегодня у нас пасмурно, туман и нечем хвастаться особо, хотя для меня любая погода — это всегда хорошо, любая природа, погода — это всегда замечательно. В такие дни непроизвольно хочется немножко похандрить, возможно, как-то подрастроиться, может быть. Не хочется, нету такого, знаете, заряда солнечного, радостного, ещё чего-то, но мне лично в такие дни всё равно не приходится унывать, у меня всё равно есть чему радоваться. Я, например, со вчерашнего обеда хожу, и у меня улыбка не сходит с лица, потому что есть что-то, что меня безумно радует. И сегодня я вот вам хотела этим с вами поделиться. У меня планируется поездка, которую я давно ждала, и вот вчера создали чат, где собрали всех людей, которые едут в эту поездку, и вот начались уже какие-то конкретные обсуждения, конкретных шагов подготовки к этой поездке. Поездка — это не в Египет, но в All-Inclusive, это поездка в Индию. Ну, тут у каждого свои вкусы, просто это то, чего я очень ждала, что меня очень радует, эта поездка по святым местам. Я безумно жду и предвкушаю эту поездку. И вот ещё, казалось бы, достаточно долго времени до поездки, но вчера создали этот чат, и само создание чата, когда люди начали обсуждать, что с собой брать, что можно, что нельзя, какие юбки носить, какое там прозрачно, непрозрачно, ну и так далее. В общем, мелочи, знаете, такая бытовые вопросы обсуждаются. Мне это вчера сразу напомнило о том, как, знаете, ребёнок, дети, они же очень искренние, они очень вот это вот, у них очень все чувства на поверхности, они так очень искренне всё выражают и показывают. Вот когда лично я была ребёнком, спасибо моим родителям, спасибо всемышнему за то, что у нас была возможность куда-то съездить. Это могло быть село пасти коров, мог быть какой-то детский лагерь, и могло быть море, родители нас старались вывозить на море. И когда были вот такие поездки, ну мы как дети их безумно ждали, очень ждали. И мы с сестрой, и я, это у нас был такой, знаете, вот момент ожидания какого-то события, он очень такой сладостный, когда ты предвкушаешь. И мы, по-моему, за месяц или за два начинали писать списки с собой, что мы будем брать. Потом мы рисовали календарь, который вешали на стену, и там дни вычёркивали. Ну вот эти все детские штучки, я думаю, каждый из вас с ними сталкивался. И таким образом мы себе ещё за месяц, за два месяца до поездки делали уже вот этот процесс ожидания, предвкушения очень-очень ярким, очень красочным. Мы мечтали о том, что там будет и как. И я вчера сижу, стыдно признаться, смотрю этот чат, и у меня прямо так, у меня аж сердце всё замирает, у меня, я вот чувствую это предвкушение, эта сладость, вот этого ожидания чего-то невероятно прекрасного, невероятно замечательного, того, чего мне очень хотелось. И мне так оно меня наполняет, и мне так хорошо. Я сегодня утром просыпаюсь и такая, блин, а что же меня так радовало? Точно, уже есть чат, уже можно обсуждать, уже скоро, уже скоро поеду. И вообще не факт, что там будет хорошо или что, что я поеду. Может, виза не сложится, может, ещё чего-то. Но это не важно, важен вот это вот ощущение, это состояние такого предвкушения чего-то волшебного, невероятного, того, что произойдёт именно с вами, того, чего вы ожидали, чего вы хотели. И для меня лично этот процесс, ну, очень вдохновляющий и радующий. И я сейчас говорю, а у меня так внутри всё так сжимается, типа «да-да-да, давай, когда-когда-когда». Это очень весело, очень заряжает и вдохновляет. Поэтому хотелось вам сказать, что планируйте себе какие-то вещи. Мы помним, что мы, я продолжаю свою тему, мы не привязываемся к результату, не факт, что сложится, и это окей, и мы это тоже готовы принять. Но задумывайте себе такие какие-то вещи, которые вы там ждёте, готовитесь, ожидаете. Этот процесс, сам процесс подготовки к этому всему, он, ну, меня лично невероятно заряжает и невероятно радует, чего я вам тоже желаю. Планируйте, ждите, готовьтесь, вычёркивайте, как дети, дни в календаре. Заряжайтесь этим детским таким восторгом, ожиданием чего-то волшебного, приятного и сказочного. Но, опять, не забывайте, что мы не привязываемся к конечному результату, это важно. И с вами была Маша и полная практика прощения с Green Man Life и Ярославом Мудрых Женцов. Мы живём на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.